Есть три психические структуры. Первая структура — это психическое тело, в котором мы живём. Называется линго-шариром на санскрите, или тонкое тело ума. Ум или манос на санскрите, слово манос у вас тоже есть, да, в языке манос? Там что-то такое. Вот, это психическое тело, где судьба находится. Там находится судьба, ум. Есть разум — это надстройка психическая. Это такая структура, которая отвечает за возможность понять. Разум соткан из энергии знания. Ум из энергии наслаждения соткан, а разум из энергии знания. Или невежество, то есть, когда знание заплывает, разум, то человек называется невежеством. И разум соединяет нас с Богом. Вот именно разум познаёт через Бога, через контакт с Богом разум познаёт этот мир. И когда человек по совести живёт чисто, светлого, он тогда от Бога получает знания. И что такое самоконтроль? Это когда человек, человека в жизни мотивирует знание, а не желание его. Вот если ты желание медви, мотивируешься, это значит, что ты себя не контролируешь. Судьба — это всегда желание. Вот, допустим, как определить, покупать дом или нет? Сразу вот я вам информацию дал, сразу мы начинаем опять видеть. И скачем мы всё время, скачем. Вот, как определить Бог, покупать дом или нет? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Если сильно хочется купить, просто жажда сильная, значит, контакта с Богом нет. Разум выключен. Разум включается только в спокойном сердце. И поэтому есть два вида судьбы. Есть плохая судьба, которая не даст ничего хорошего. А есть хорошая судьба. И как определить, что у тебя хорошая судьба покупать дом? Вот дом тебе надо. Ты уже деньги накопил, всё. И у тебя в сердце нормально, спокойно просто. Ты смотришь, вот дом. Чувствуешь хороший дом. Но у тебя в сердце спокойно. Это значит, что дом этот принесёт тебе удачу. А если быстрее, быстрее, блин, я его скоро заберу, ну такой классный дом, блин. Всё, тогда это значит подвох. Кто мне не поверил? Вот я сказал спокойно, удача. Сильно хочется купить подвох. Кто мне не поверил? Ну, честно, поднимите руку. Вам повезло, что вы никто не подняли руки. Потому что если бы вы подняли, я вам сказал, вам надо теперь проверить моё знание на своей практике. На празднике своей жизни. Потом скажете, блин, правда, Олег Геннадьевич? Хорошо, теперь два варианта замуж. Первый вариант. Ааа, сильно хочется за этого человека, быстрее. Второй вариант. Спокойно в сердце. Спокойно. Какой вариант плохой, какой хороший. Спокойно хороший. Жажда сильная. Опасный вариант. Опасный. Он может привести потом к проблемам в жизни. Понятно? То есть признаком хорошей судьбы является спокойствие в сердце или включенный разум. Когда человек чувствует, ну, что он может подумать, покупать, не покупать, там, он может всё взвесить, поизучать этот дом. Вот когда сильная жажда, ты будешь что-то изучать там сильно? Быстрее, 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 там, всё нормально, документы нормально, всё хорошо, земля нормальная, покупаем. Кто так полетел в жизнь, поднимите руку, через сильное желание потерял? Или быстрее вкладывать деньги, вкладывать деньги в какой-то бизнес, там, куда-то вкладывать. Быстрее, быстрее, там, ничего не изучила, деньги потеряла, да? Да? Не било печали, черти накачали. Мои хорошие, пожалуйста, никуда деньги не вкладывайте, я вас прошу. Вообще вот не надо. А? Не, ну просто, если будут деньги, не надо их никуда вкладывать. Вам скажут, вот сейчас проценты будут, пойдут, всю жизнь будешь просто на печке сидеть, и тебе будет валиться, валиться, как манна небесная. Понимаете, не надо в это верить. Можно купить квартиру и в аренду сдавать, вот, пожалуйста, хороший вариант, надёжный. Когда ты начинаешь куда-то вкладывать, ты в чужую судьбу вкладываешь. Ты же не знаешь, что там за судьба. Итак, мы изучаем с вами знаки судьбы. Первым важным знаком судьбы является жажда и спокойствие. Жажда в сердце означает опасно, спокойствие означает супер. И, ну, поднимите руку, кто из вас жильё, когда приобретал, как-то спокойно было в сердце? Ну, у кого из вас с жильё были проблемы, оставьте руку. Вы спокойно приобретали и были? Нет? Да, я судьбу покупали квартиру и зашла и села в кресло. И мне так спокойно стало, и вот они живут с вами. Ну, нет проблем, да? А я говорю, а у кого проблемы были, было спокойно? Вы спокойно приобретали и проблемы были, да? Нет, у нас не спокойно. Не спокойно приобретала и были проблемы? Да. А я говорю, что спокойно приобретал и были проблемы. Она говорит, нет, Олег Геннадьевич, я не спокойно приобретал и были проблемы. Кто вот женился спокойным сердцем? Женился, спокойно так было в сердце. И нормально всё. А кто с таким, как бы, а-а-а, быстрее, быстрее. Поднимите руку, кто быстрее, быстрее. Нормально? Нет. Работает система? Всё. Ущучили? Идём дальше. Держимся дальше. Вот. То есть мы усвоили тему, да? Теперь смотрите, когда не надо к бабке-гадалке ходить? К бабке-гадалке не надо ходить, когда вы изучили законы, заповеди Моисея, там Иисуса Христа. Вот к бабке-гадалке не надо ходить. Я вам кое-что объясню. Вот смотрите, когда человек совершает... Есть такие виды поступков, когда человек сам не может уже выкарабкаться из этого поступка. Нужно сильное раскаяние. Он не может выкарабкаться без раскаяния. Понятно? Это измена. Человек бросил близкого человека, изменил. Предательство, отжимание собственности у близкого человека. А там уж дальше отравление, убийство, насилие. Всё это... Чем дальше в лес, тем больше дров. Всё это в конечном счёте приводит к тому, что человек уже не может вернуться назад в нормальную жизнь. То есть он как будто бы его испортили. Понимаете? Он как вот мультик смотрели «Снежная королева». Там нормальный был парень с девушкой, потом бац, и он любил «Снежную королеву». Да, и такой стал холодный. Вот это так действует греховный поступок. Да, человек совершает грех, он становится холодным, забывает про своих детей, это означает грех сильный. Человек совершает грех, он таким становится. Не удивляетесь, когда человек совершает грех, ворует деньги там, очень сильно обманывает. Не удивляетесь, что человек стал другим. Вот заметили, человек начал изменять, вот был один человек, стал другой человек. Заметили? Это обычное дело. Так действует судьба. Она просто человека, человек теряет разум. Вот за красную линию за эту заходить нельзя, потому что там идёт потеря разума. Человек становится другим совсем, у него появляется другая жизнь совсем, другие интересы, другие взгляды, другой характер, всё портится у человека. У вас что-нибудь протухало, вот продукт нормальный был, потом бац, испортился. Чего такое? Было такое? Вот когда человек совершает такой поступок, не просто грех, а вот то, что Моисей принёс, заповеди, вот это очень опасно. Вот простые грехи, ладно, совершил, там ничего страшного. А вот когда такие поступки, бабки, гадалки, не надо ходить, чтобы узнать, что будет дальше с человеком. Дальше будет всё плохо. Или он раскаивается и пытается возвращать себя в жизнь, или дальше он по наклонной плоскости. Пошёл по наклонной плоскости. Как обычно действует Господь в этих случаях, когда человек совершает греховный поступок? Классика такая, шандра. Сначала сладкий вкус, потом горький. Вот человек грех совершил, ему сразу Бог даёт, ну допустим, банк решил ограть, пожалуйста, нет проблем. Сразу деньги, влияние, власть, там всё. Жену бросил, там сразу любовь, счастье, там и всё прочее. То есть классика жанра такая, когда человек совершает грех, в чём проклятие Бога заключается? Знаете? Бог человека лишает понимания, что происходит. Он ему сразу даёт счастье. Счастье – это самая опасная штука на земле. Опаснее не бывает. Ну как определить, что человек под откосом пошёл? Он какой-то поступок совершил, ты его спрашиваешь, как у тебя жизнь? Он говорит, у меня… Всё, значит, скоро будет очень-очень плохо. Потому что на фоне вот этого «ммм» потом наступает противоположный результат. Ну классика жанра. Допустим, мужчина бросает жену, уходит другой. Вот что происходит с его сердцем внутри. Я много лет читаю лекции, я же вижу судьбы. И вот всегда всё одно и то же. Когда мужчина бросает жену, то у него в сердце появляется сильный жар. Девушка, которую он выбирает, он в неё очень сильно влюбляется. Просто безумно влюбляется сильно. И она не выдерживает этой влюблённости и бросает его жестоко потом. Точно так же, как он бросил жену. И он остаётся один потом. Совсем один. Девушка, которая бросает мужа, она получает холод в сердце сильный. И этот холод мешает ей глубокие отношения с человеком строить. Потому что женщине возможность создать семью Бог даёт. Она сама не может такого. Она может быть красивой, привлекательной, мужчину привлечь. Но чтобы близкие отношения с ним строить, для этого надо, чтобы в сердце было тепло. А тепло в сердце Бог даёт. Он его забирает у женщины или даёт? Здесь ничего не сделаешь. Мы не можем сами вырабатывать это тепло. Женщина не может привязать к себе человека так, чтобы родственные, близкие отношения были. Это невозможно. Это Господь делает. То есть мужчина не даёт жар в сердце. Мужчине жар в сердце. Женщине холод. Запомнили? Женщина бросает, сердце холодным будет. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. Ходит в праздной суете. Непостоянной нитей. Значит, бросила жену. Бросила мужа. Когда люди бросают, они говорят, мы разошлись. Когда люди людей бросают, они говорят, меня бросили. Потому что человеку очень трудно признать, что он загрешил. Это он говорит, мы разошлись. А когда сам человек бросает, а когда его бросили, он говорит, меня бросили, Олег Геннадьевич. Поэтому когда человек мне говорит, мы разошлись, у меня возникает смутное сомнение. Теперь давайте о судьбе поговорим, да, немножко. Что такое судьба? Это дорога, дорога, на которой могут быть разные высоты препятствий в жизни. Вот человек жил, жил нормально. Жил забот, не зная, не предчувствуя беды. А тебе, не думая всерьез, не считался счастья, что со мною рядом ты. А тебя вдруг скорый поезд увез, ни минуты покоя, ни секунды покоя. Ну то есть что такое судьба? Это когда ты идешь по дороге, и как бы бывают препятствия. И эти препятствия бывают разные. В основном судьба, ну она нормальная в основном всех людей. Но есть какие-то препятствия, мы их преодолеваем. И люди вот уверены, что всегда так все и будет. Вот люди не знают, что бывает злая судьба. Очень важно каждому человеку знать, существует такой вид судьбы, которому доверять нельзя. Это называется жестокая судьба. И именно ее надо изучать, и с ней надо разбираться серьезно. Потому что если человек заранее узнал, что к нему в жизнь должна прийти жестокая судьба, он вооружен, он может молиться, там аскезы совершать, что-то делать, чтобы ее преодолеть заранее. И вот эти все знаки судьбы только для нее. Потому что все остальные виды судьбы, как бы человек и сам с ними разберется, их не сильно надо изучать. Потому что только жестокая судьба – это вид судьбы, который хочет человека убить. Ну вот вы, допустим, мы верим, что у меня все, вот каждый человек верит, у меня все будет хорошо. Да? И вот так все живут. Это означает верить в своей судьбе. Понимаете? Не Богу верить, потому что будет у меня хорошо все, или не будет, неизвестно. Но люди все верят, что у меня все будет хорошо. Это называется верить в судьбу. И вот это самое опасное, что бывает в этом мире, это когда человек, вот как слепой котенок, верит в судьбу. Вот как это, с чем это можно сравнить? Это можно сравнить с поросятами, которые очень любят хозяйку, которая их кормит. Они бесконечно верят. Они думают, она такая хорошая, она такая добрая. А кто их резать будет интересно? Ах, тот же самый человек. Вот это называется жестокая судьба. Та же самая судьба, которая нас кормила, заботилась о нас. Наступает момент, и она нас режет. И мы очень сильно удивлены, потому что, как же так? Я же верила, я же любила, я же доверяла, я же заботилась. Как же так? Жестокая судьба, например, женщина прожила 20 лет, и с мужем, и он попадает в аварию, и он берет в подломочниках, и болезненная коляска, и они живут в принципе, и это нам каждое занятие. Да, это жестокая судьба. Жестокая судьба, это когда муж бросает жену с детьми, это когда у тебя отнимают имущество, это когда начинается война в стране, это когда государство, которое должно тебя защищать, оно тебя убивает. Тяжелая инфекция, тиф, чума. Твой близкий человек, который должен тебе приносить удачу, ты его любишь, ты его обнимаешь, и он тебя заражает. Жестокая судьба может происходить на всю землю. Если вы послушаете мои лекции, там 10-12 год, там в это время был ажиотаж, что типа конец света. Помните, в 12-м году там конец света, конец света. И меня все время спрашивали на лекции. Я говорю, вот сейчас ничего не будет. Если вы хотите знать, что бывает жестокая судьба, на всей земле она бывает. И она начнется в 19-м году. Меня там некоторые спрашивали подробности, я начал настраиваться. Говорю, скорее всего, будет тяжелая инфекция какая-то и война. Опасность ядерной войны тоже будет. Ну, я назвал такие даты с 19-го по 24-го. Я не знал точно, что. Я чувствовал, что в декабре опасность идет глобальной войны. Вот где-то на востоке. Там, на востоке. А получился Израиль. Хорошо. Хорошо. Но я всегда имел в виду именно вот это, то, что происходит сейчас в Израиле. Потому что именно 15-го декабря, а сейчас уже 19-го, был самая критическая точка, которая могла вызвать глобальную войну. Я не мог, ну, мне Бог не дал знания, какая страна будет, ну, станет причиной этой войны. Но я точно знал, что пик кульминации – это 15-го декабря. Вот то, что сейчас вот этого года. И когда начался конфликт в Израиле, я понял, что именно это я и видел в молитве. Потому что вот эта именно война, она является пусковым механизмом для глобальной войны между мусульманским миром и НАТО. Я видел, что не Россия станет как бы пусковым механизмом глобальной какой-то войны. Но это все стихает. Ну, то есть то, что самое опасное развитие, то, что я вижу, оно не пошло в сторону самого опасного развития, потому что должен был Иран включиться сильно. Ну, он как-то включился чуть-чуть там через этих своих последователей, там, Хизбалла, там, Хуситы, там, всякие. Но это все несерьезно. Ну, то есть, поэтому глобального противостояния я не вижу. Как-то все более-менее мягко проходит. Но это понимание, что будет что-то такое, у меня было уже два года назад четко в голове. Я прям четко видел, что события обязательно будут на Дальнем Востоке. Показал в ту сторону Турции. Пальцем сказал, оттуда надо ждать опасность где-то там. Можно в молитве почувствовать судьбу Земли. То есть есть... Все-таки приоткройте дверь, пожалуйста, женщины. Приоткройте. Не надо закрывать. Воздух не идет, нет жизни. Вот. А вы следите за организаторами. Итак, жестокая судьба может влиять на всю Землю. Может влиять только на одного человека. Может влиять на семью, на фирму, на страну, на народ. Вот. Допустим, вот когда была война между Россией и Германией, 41-й год, да? То жестокая судьба пришла к евреям. Очень много евреев погибло. Много миллионов. И просто убивали. И даже в России им было очень тяжело. Вот вроде бы, как бы Россия это не Германия, но даже в России им было очень тяжело. Их там тоже гоняли. То есть у них везде было тяжело. Везде им было очень тяжело. Сейчас украинцы, жестокая судьба, просто жесткая судьба действует на этих нациях, на народ. Где бы они ни жили, они могут жить там и в Америке, там и в Европе. Везде им тяжело сейчас. Везде. Просто вот на целую нацию судьба. Ну, уже заканчивается у них. В марте месяце этого, следующего года заканчивается у них жестокий период. И все, нам станет легче жить. Вот поэтому я думаю, так чувствую, что в марте следующего года должны какие-то изменения по этому конфликту в Украине произойти. У меня такие ощущения есть. И они возникли полтора года назад уже. Пока ничего не меняется. Что-то произойдет. Какие-то изменения произойдут. То есть жестокая судьба может действовать на целую землю, на землю, на всю. Может действовать на народ, на страну. Я не вижу здесь войны глобальной. Есть причина. Сейчас объясню. Всегда глобальные конфликты в какой-то стране возникают, если люди не уважают правительство. Но у вас природно люди уважают старших. Вот природное качество казахов, они уважают. И вот это уважение к старшим и дает возможность сохранить мир. Потому что если бы это уважение не было, то тогда бы началось. Но у вас началось бы уже раньше, потому что она раньше уже начала действовать. Когда вот смена власти, там вот эти все вот то, что там резня была в Алма-Ате. Вот это как бы спусковым механизмом пошел, но он не продолжился. То есть еще где-то полгода у вас будет опасность какая-то каких-то. Ну она такая призрачная. Я не вижу, если честно, ничего серьезного вот в этом плане. Какие-то сложности у властей могут быть сейчас, могут быть. Но не сильно большие. Ничего сильно большого не вижу. Пока нету опасений каких-то по поводу вашей страны. Хотя она, конечно, геополитически сейчас в очень таком сложном положении находится. Но у вас народ очень такой мудрый, смиренный. И это все спасает именно люди. Люди сами по себе набожные, склонные к вере в Бога, благочестивые такие. Ну, качество хорошее. Поэтому не вижу опасности. Именно вашей страны не вижу опасности. И так жестокая судьба. Зачем она нужна вообще? Она нужна для того, чтобы человек развивался. Это самая милостивая судьба. Она предназначена для того, чтобы развиваться и достичь более глубокой веры. Более возвышенной жизни. И поэтому она пока человек не достигнет этого, она будет мучить. Но само по себе знание, что придет жестокая судьба, оно очень важно. Потому что иногда она приходит так жестко и сильно, что человек не успевает даже опомниться, справиться. И может потерять жизнь даже. Понимаете? То есть жестокая судьба, она не церемонится с человеком. У нее два вида действия. Если жестокая судьба забирает жизнь, то человек идет в рай. Ну, любая, любая насильственная смерть, то, что я изучал, вижу. Любая насильственная смерть, преждевременная смерть, допустим, ребенок погибает, идет в рай. Допустим, человека убивают, он идет в рай. Это любая насильственная смерть всегда очень сильно очищает жизнь человека. И человек возвышается. И это милость. То есть жестокая судьба, она всегда милость дает человеку. Но только по-разному. Один вариант милости, что ты должен возвыситься сейчас. Другой вариант милости, что, ну, просто ты можешь пойти в рай. Или второй вариант, ты должен стать мудрее. Но жестокая судьба, она очень неприятная. Она никому не нравится, потому что она косит человека. Она может заставить тяжело болеть. Разрушается семья, работа, меняется страна, жизнь. То есть у человека все рушится нафиг в жизни. И поэтому диагностика жестокой судьбы – это очень важная часть жизни человека. Каждый человек должен знать, как это определить. Ну, вот, допустим, вы спите ночью, допустим, да? И видите сон, в котором нет выхода. Допустим, вы идете в лес, не можете выход найти. Или там… Подключайте мобильный телефон. Для меня нет. Вот. Я вам рассказываю сны, которые я видел, когда ко мне пришла жестокая судьба. Вы идете в лес и не можете найти выхода. Заходите в поезд, рядом сидит ваш близкий человек, он куда-то пошел, и вы не можете его найти потом. Ищите, ищите, и не можете найти. Вы лежите в лесу осенью, и вас засыпают листья, будто вы неживой. Вот все, что угодно, но вы должны понять, как выглядит этот сон. Вот если вы видите сон, который вы воспринимаете, как кошмар, очень эмоционально пугаетесь, просыпаетесь в холодном поту. Какие-то погони там, кровь-морковь, все очень так пугает вас, вы стрясетесь так. Вот. Это никакая не жестокая судьба. Это первый вариант. Вы обожрались на ночь. И из-за этого пришло влияние злых духов на вас. Второй вариант. Вы очень поздно легли спать, и из-за этого ослабление психик произошло, и кошмарики пошли сниться. Третий вариант. Вы очень сильно укутались и перегрелись, и кошмарики пошли от перегрева сниться. Четвертый вариант. Вы устали очень сильно, переутомились, или вообще не дома находитесь. И еле заснули, и тоже такие кошмарики какие-то. Это все просто влияние злых духов. Запомнили? Страшно, плохо, потеете. Можно обкакаться даже. Обписаться. Кровь по ногам так и хлыщет. Нет, это означает, что у вас накопилось напряжение, которое надо побеждать с помощью аскез. Это другая тема. Мы говорим о снах. Потому что сны, они являются силой, связанной с судьбой. Но просто вы должны понять разницу. Вот, допустим, вам снится сон, но у вас все спокойно в сердце. Страха нет. Нет трясучки никакой. Никто вас не пугает. Кошмаров нет. И просто вот в спокойном состоянии, на фоне спокойствия, вы чувствуете эмоцию такую, как будто нет выхода. И на вас листочки желтенькие падают. И вы чувствуете, как-то ясно, так все видите. Но при этом нету страха, вы не пугаетесь, вы никуда не бежите. А просто чувствуете, что нет выхода какого-то в жизни. Что-то такое безвыходное происходит. Да? Это сон из будущего. Запомнили, чем отличается? Вот то же самое все, только никаких сильно больших эмоций. Просто чувство такого небольшого напряжения, может быть, даже большого. Может быть, вы почувствуете очень сильно, почувствуете важность этого сна, важность почувствовать. Но при этом вы не будете бояться его, трястись, а просто что-то важное почувствовать. Важное. Чаще всего непонятно, что конкретно. Вообще непонятно, с чем связано. Просто какой-то знак. То есть вы, что-то важное там. Понимаете? И обычно этот знак означает какая-то вещь, которая очень неприятна. Ну, я еще раз повторяю. То, что я видел. Вот заходишь в лес, не можешь выйти. Идешь, идешь. Блин, да когда же выход? И при этом спокойно все внутри. Это вещь и сон. Вот эти сны обычно происходят за какое-то время до... Мертвые сняться, допустим. Это злые духи. После, допустим, не это... Злые духи? Это да, после выпивки. После запахи? После выпивки, да. Мертвые сняться, чертики. Это влияние злых духов. Вот мужик, допустим, долбанул. Ну, если отец, допустим, у мертвых приснился, он уже никак не созвездил. А, вы говорите, когда человек ушел из жизни? Ну, да, допустим, вот эти вопросы. Ну, это отдельная тема. Это не вещи сны. Это означает контакт. Он вообще не мертвый, а живой. Чтобы вы знали, что мертвых не бывает. Есть просто психическое тело, есть физическое тело. Физическое тело умирает. А психическое тело никогда не умирает. И, допустим, вот ты молишься за человека, молишься. Если ты его отмолил, он обязательно к тебе придет и поблагодарит. Вот кто молился за близкого человека, пришел, улыбается и поблагодарил вас. Это правда. Это означает, что правда. Бывает, приходит за помощью. Вот, например, человек ушел из жизни нехорошо. И он снится и так плохо после сна вот этого, плохо. Я могу вам рассказать, как человек чувствует, когда вот близкий человек уходит. Можно вообще понять, куда он пошел без Олега Геннадьевича. Если вы плачете, страдаете по близкому человеку, там, в разлуке, в тоска, там, ничего вы не поймете. А вот если вы, допустим, помолитесь сильно, и у вас сердце спокойствия появится по поводу близкого человека, и вы дальше его вспоминаете. То есть спокойствие является основой вообще для определения. Вы вспоминаете близкого человека в сердце спокойствия, и одновременно такой тяжелый камень, который давит вниз, и вас как будто гнет. Вы вспоминаете близкого человека, и вас вот тянет вниз и гнет вот так. Это значит, что он идет в ад. Вот второй вариант подтверждения. Видите, упал этот тоже знак судьбы. Что я правильно сказал. Вот. Значит, второй знак. Вы чувствуете, вспоминаете спокойное сердце, помолились. Если вы в истерике, вы ничего не поймете. Спокойное сердце помолились, и чувствуете, не гнет вас, а вот сильную разлуку с человеком. Чувствуете прямо, как будто вот он где-то рядом. Вот такая разлука, как будто он никуда не ушел вообще. Он здесь. Это значит, что он родится на земле. Где-то на земле. И третий вариант. Чувство чистоты от человека идет. И светлая такая память. Это значит, что он пошел в рай. Понятно? Все. Если человек на земле родится, и человек ушел в ад, надо обязательно за него молиться. И пройти три вот эти стадии. Сначала спокойствие в сердце, потом знание о человеке. А потом очищение его полное. И полное спокойствие. И потом он приходит и благодарит вас. Да. А если сны видишь, например, месяц назад видел ряд снов, 7 снов, и они все сейчас представляются, и они являются реальностью, и на буквальном смысле. Ну, значит, предсказание. Господь вам помогает, что-то дает вам. Это образование такое. Вот, допустим, вы дошли до такого уровня, что Господь может вам давать такое образование. Есть энергия времени. Знаете, что такое время? Это не то, что на часах кикает. Время – это энергия Господа, которая движет все в этом мире. Судьба движется с помощью энергии времени. Это самая непреодолимая сила. Вот эти фильмы, все, которые показывают, что там из прошлого приходят, из будущего там все мотаются туда-сюда. Это невозможно. В какой-то степени это возможно. В какой-то степени. Я расскажу, как это бывает. Но это бывает очень редко. Вот есть высшие планеты. Там время движется медленнее, чем здесь. Ну, допустим, есть высшие планеты, где проходит день, а здесь проходит год. Есть, где месяц проходит, а здесь год. А есть очень высокие, где секунда проходит, там, а здесь год проходит. И скорость движения времени там очень быстро, очень медленно, а здесь очень быстро. Но в аду тоже скорость движения намного-намного быстрее, чем на земле. Вот мы, допустим, четыре месяца молились за родственника и вытащили его из ада. Но он был там в аду за эти четыре месяца, может быть, и десять лет, а может быть, и сто, а может быть, и год. Неизвестно. То есть, в зависимости, чем ниже ад, тем дольше там он находится за этот короткий промежуток времени, пока мы здесь живем. Понятно? Теперь теоретически, то, что описано в Священном Писании, изменение хода времени. Вот как бывает? Вот, допустим, если предположить, это такое, это описано в Священном Писании, что человека забирают в рай ангелы на время. Ну, допустим, он живет в раю, такие случаи были. Живет в раю, допустим, год. На земле проходит сто лет, допустим. Он из рая возвращается, он на год старше стал. А здесь уже никого нет. Уже другая эпоха. Это описано. Такое может быть. Это вот это и есть путешествие во времени означает вот это. А не то, что там мужик какой-то на улице встретился, тебя раз, и ты в пустыне такой. Вау, никого нет. Потом начал за спички там гравицапы покупать. Это такая эволюционистических фильмов русских бывает. А на самом деле, вот я вам описал, как это бывает. Путешествие во времени. Вот так только может быть. Все. По милости высших сил. Понятно? Понятно? Алина Геннадьевич, то есть, получается, если рост и усокший приходит, и о чем вопросе? Мужик не слышит? Однозначно. Вот мужчина спросил, и здесь надо, самое главное, но пришел, не надо бояться, во-первых. Потому что страх, это означает непознанное что-то. Я разок в Иваново приехал, где-то 15, наверное, назад, читать лекции, и нас поселили в квартире, и чувствуют, что-то не то. Я начал хозяев спрашивать, говорю, в этой квартире вы, как бы, кто жил вообще? Они говорят, мама наша жила. Я говорю, где мама? Она говорит, мама ушла из жизни несколько дней назад. Мы решили сдать квартиру, нам деньги нужны. Я чувствую, мама никуда не делась, потому что, ну, как бы, 40 дней человек находится рядом. Вот. Ну, я чувствую присутствие вот это вот. Я лег спать, и между сном и бодрствием, когда человек находится, он видит тонкий мир, когда человек просыпается или засыпает. И я такой ночью смотрю, не глазами, а тонким зрением смотрю, мимо меня проходит пожилая женщина. И тупает прямо вот, в реальности прям, она такая шурует. Вот. Я вот так начал хлопать, ну, это уже в реальности я начал хлопать, я такой немножко так напрягся. И она побежала и сквозь стену так вот, в соседнюю комнату. Ну, то есть в тонком теле можно сквозь стены пробегать там, без проблем. Вот. Это психическое тело называется. Ничего тут такого особенного нет, у каждого человека есть психическое тело. Но когда бабушка ушла из жизни, то есть у ней погибло только грубое тело, а психическое тело, как было живым, так и осталось. Никуда оно не делось. То есть она шляется, потому что еще пока ничего не происходит. Никуда ее не забрали. Она расстается с родственниками. И иногда родственники приходят, тебе надо понять, зачем. Вот вместо того, чтобы пугаться, просто посмотри и попытайся понять, что он хочет. Потому что чаще всего они приходят за помощью. Если он чувствует, он страдает, такое ему тяжело, значит, у него надо молиться. Потому что в это время, когда родственники уходят из жизни, только молитва может помочь. Память о Боге очищает в это время. Больше ничего не поможет. Только память о Боге. У меня был такой интересный случай. Ко мне обратили... Ну, я несколько случаев таких у меня в жизни было, которые очень интересны. Один случай, сейчас вам расскажу все эти случаи. Один случай был такой. Это бывает при сильной любви, вот то, что сейчас. Один случай был такой. Ко мне обратился мой знакомый. Я тогда в Москве, жил на Арбате. У меня был лидический центр. Вот. И он обратился... Рядом было такое Ом-кафе. Напротив. Там мой знакомый слушал мои лекции. Сделал Ом-кафе. Вот. Ну, к нему разные люди приходили всякие там. Интересные. Арбат, этот центр Москвы. И... Пришла одна женщина. И она была всегда очень печальная. Он обычно со всеми говорит, кто к нему приходит. И она была очень печальная. И он говорит, давай я тебе помогу. Она говорит, мне никто не поможет. Она говорит, а психологи там. Ты сообщалась? Он говорит, никто не поможет. И он говорит, у меня есть человек, который тебе поможет. Она говорит, ну пусть придет. Сейчас посмотрим, как он мне поможет. Ну, я пришел, сел с ней. Смотрю на нее и вижу, что страдания идут через мужа. Я говорю, как зовут вашего мужа? Она говорит, у меня нет мужа. Я говорю, нет, есть муж. Она говорит, нет, у меня нет мужа. Я говорю, говорите, как зовут мужа. Она назвала имя. Я говорю, что с ним? Он говорит, она, он говорит, он где-то полгода назад ушел из жизни. Я говорю, ну, вы с ним очень сильно связаны. Она такая побледнела, говорит, как вы это поняли? Я говорю, я вижу эти связи. И я начал ее вытаскивать из этой темы. Я говорю, вы рассказывайте мне. Больше вам некому рассказать. Она говорит, он ушел из жизни, но я с ним встречаюсь. Каждую ночь мы с ним спим вместе, общаемся по ночам. Он говорит, что он никуда не уйдет, он меня любит. Она говорит, я тоже его люблю, не хочу отпускать. И она вот жить-то живет это полгода вот в таком кошмаре, короче. Я ее спрашиваю, вам не жалко человека? Вот ему надо дальше по жизни идти, вы его держите рядом с собой. Не может, ну, как раб-лампа, получается, не может от вас оторваться, может быть, вам помолиться, чтобы его отпустить. И она, когда она услышала вот то, что я сказал, она начала плакать. Я говорю, вы чего плачете? Она говорит, я чувствую, что я его теряю. Вот ты говоришь, как бы, я чувствую, что как будто он умер, ну, как уж и уходит от меня. То есть, она до этого не была смерти, то есть, она с ним общалась, он к ней приходил постоянно. Такая сильная связь, что она чувствует человека в психическом теле. Но уже это не жизнь все равно, у нее нет жизни, у него нет жизни. И она все-таки потом решила молиться, чтобы отпустить его. И постепенно все вот это наладилось. В следующий случай ко мне обратился в Москве очень богатый человек, директор банка. У него была такая ситуация, у него дочка, когда выходила замуж, сделали такую крутую свадьбу. И во время свадебного путешествия по Москве произошла авария, и дочка, она у него в машине была, мгновенная смерть, переломы основания черепа. На свадьбу отметили. Ну, а там у них любовь, там и все прочее. И дочка начала приходить к маме во сне много-много дней, несколько месяцев. Плакала, говорит, мама, я не согласна. Я не хочу, я не согласна, хочу назад, я люблю его, и так далее. В общем, такая песня. Постоянно одно и то же. Мама уже не знает, что делать. Она с одной стороны дочь потеряла, а с другой стороны она не знает, как ей помочь. И они ко мне обратились за помощью. Ну, я увидел ситуацию, описал, вот ощущения, все, они говорят, да, вот так и есть, что делать. Я говорю, самый лучший способ, это молитва. Они говорят, Олег Геннадьевич, мы не умеем молиться. Вот честно, как бы мы, ну, не верим Богу, у нас нет никакой веры. Я говорю, ну, какая молитва, блин? Ну, скажите какой-то способ, который нам точно поможет. Я говорю, тогда другой способ есть. Надо, чтобы люди с молитвами сделали много-много пищи освященной и раздали людям. И тогда через пищу облегчение произойдет, через кормление людей. И они моим знакомым заказали торт на три тонны. И этот торт они сделали с молитвами для них специально. Огромный торт. Вот. И вот знаете, в Москве три вокзала есть, да? Площадь трех вокзалов. Там Казанский, Ярославский и еще какой-то. И Ленинградский. Или, да, да, да. Вот. И туда на три вокзала привезли торт, отцепила милиция его и начали в рупор сообщать, что все, кто хочет торта попробовать там с напитком, подходите. Раздача бесплатной пищи. Народу навалило. просто немерено там. Тысячи людей, короче. Вот. И они, все эти люди начали кушать этот торт. На следующий день дочка пришла, улыбается, помахала ручкой и пошла дальше в своей жизни. Ну, очистили ее жизнь с помощью вот этого процесса кормления людей. КОНЕЦ КОНЕЦ